приветик всем угу ну угу ладно всем здорово вы же наверное забыли как я выгляжу даже привет хэймдаль фокси феникс кто еще а все больше никого нет а еще алекс шефард всем привет ой я так рада что я наконец-то вернулась к стримам как все-таки ужасно болеть надеюсь такое больше не повторится таких больших перерывов на неделю ну по крайней мере вот из-за таких проблем при этом значит сегодня мы с вами закончим уже эту игру я думаю потому что она вроде небольшая надеюсь что не за час а хоть хоть немножко я поиграю в нее да у меня уже все хорошо как могли забыть как ты выглядишь вчера же в инсту постил фокусов а точно ну так ну не все подписаны инсту блин мне челк прям в глаз лезет так непривычно я тут это кудряшки закрутила ладно пофиг неважно как я выгляжу главное что у нас тут происходит на корабле призраки погодка ну испоганилась дождь слякоть я сегодня в шапке гуляла прическа нравится да ладно это просто экспромт как это фигня это это чуть-чуть кудряшек ну совсем чуть-чуть я просто не хочу волосы сильно жечь поэтому кудряшек чуть-чуть ну на самом деле это мои кудряшки плюс все немножко закрутила чтобы они более-менее нормально выглядели вот потому что мои кудряшки выглядят слишком хаотично как-то привет олег и сайф ладно я не помню на чем я закончила и как в это играть это было неделю назад саш привет приветик спасибо тебе спасибо не преувеличивай привет вот я как дела здорово рад что ты пришел хух продолжу по моему мои ребятки сейчас находятся на корабле они разделились по по законам всех ужастиков ё-моё какой тут графон я уже забыла совсем вот а вот эта девушка я вроде как вид виду или не ведут по моему ее ведут они это на уже с каким-то чуваком я все забыла как вот играть да я играю на геймпаде причем у меня геймпад playstation 4 а кнопочки пишут как будто бы я играю на xbox 360 потому что все игры на пк которые они адаптированы под геймпад от иксбокса то есть там все кнопки y x вот это все спасибо саж о кудряшку сью я знаю меня так мама называла когда я рейнджа стрэйнджа хе-хе-хе-хе-хе-хе thank you даро улютик шикарно выглядишь прическа топчик меньше чем 3 спасибо захар я я не услышала чё сказали спасибо привет очень приятно ребятки остались на корабле плохие чуваки говорят на них а говорят а сегодня нельзя у меня выбрать качество а потому что я давно не стримила все твич меня сразу же возненавидел ну он всегда так делает то есть я долго не стримлю он убирает качество все привилегии там остальные захаршку прям отдельно тебе еще раз респект приветик давай чтобы мы тебя в чате увидели привет линкарт нет желания расширить репертуар и постримить стратегии в реальном времени команд конкер желание есть а вот смогу ли я в такое поиграть меня захватить дороги может быть нам субтитры добавить или не надо ай пофиг мне не будут не вряд ли слышно голоса нормально чего ты там напиваешь себе под нос ты только меня пугаешь заткнись захвалить но главное чтобы не завалить саш не люблю игры в которых всю игру тебе пишут какую кнопку надо нажимать здесь то понятно что типа не непонятно так нет непонятно короче мы на вначале игры рассказали что там например кнопочка а это брать предмет рт приблизить к себе там что-нибудь такое нафига вы каждую секунду это пишите спасибо юрочка привет орион мрx ахмат привет блин все сюда что ли пришли ко мне в гости очень рада вас видеть всех моих хороших хороших так вот да всю игру нам будут писать нажмите эту кнопку нажмите эту как дуракам короче проход строго воспрещен поняли мы в запретной зоне находимся еще один момент игра настолько темно это просто ни в какие ворота не лезет я видела чье-то тело там привет ой жесть ой не могу вот тут вот кто-то стоял я не завидели вы или нету скорее всего нет потому что игра говорю ужасно темная привет даниил привет кларк здорово как выживаете как настроение кто прошел уже эту игру вообще сколько там у вас людей выжило только без спойлер просто скажите сложно было чтобы вы жили все или не сложно меня еще никто не умер при этих никитос ты в курсе что если ты не фанат стратежек типа ртс то выбор тяжелой сложности чревато выносом твоей базы в начале игры в принципе такая ситуация шутанами а шутанами нормально все я играю на максимальной сложности мне все получается но в стратегии я не умею играть зачем вы мне предлагаете вот ведьма из успевал местами спать при резких звуков просыпался даже так у меня очень хорошо у меня такой день сегодня хороший это ты стоял дела хорошо соскучилась по игру лям соскучилась по вам погодка хоть и дождливая все равно осень это очень красиво я не знаю очень люблю осень а выходные да точно наконец-то мои выходные совпали с общими выходными слушайте вот почему в этой игре никого не удивлять что здесь трупы везде она решила взять нож то есть то есть тебя не парит да вот это вот тело сейчас не не парит замечательно я отлично ай такие звуки корабля вообще очень атмосферный сразу чувствуется что он такой огромный в таком огромном океане и очень старый скрипучий и вот-вот развалится кстати играл кто-нибудь в эту игру в коопе вот очень интересно как это за разных персонажей что эта игра очень интересна нож да нож это хорошо уже это не первый персонаж у которого у нас есть нож по моему это новые наушники ты чего я закупила мне за помогли ребят я купить за донатили я в шоке было бед я от кстати где он помог мне купить наушники я потом еще купила себе ой ой да вот же сидит в углу еще один подмигивает купила еще клаву мышку сложно пока оценить эту игру я даже наверное половину еще не прошу клёвые ракурсы довольно жуткие моменты попадаются но актерская игра вообще просто гавну на нуле я хотел показать не знаю как показать на нуле хорошо в какую в какую коопе да в эту игру можно в коопе играть прикинь парень даже не удивился он даже не пикнул он даже ни слова не сказал то что там не знаю я один остался ну не блин конечно я бы даже я бы матюгнулась наверно спасибо спасибо саш ой но день как день омлетик готовила гуляла спала с катаками все нормально не играть в нее одному поздно ну а чё чё теперь делать что теперь со мной случится если я играю 1 как близко мы можем разглядеть очень близко ну здесь конечно детализация вообще супер да я всегда сияю жизнь такая у меня конор супер я эти коридоры просто одинаковые ты если бы я помню как их зовут я по тебе ответил я бы играл за трубой а вот наверное если играть в коопе сейчас кто-то за нее играл типа как она досюда дошла может только быть я вот думаю да конечно не одна вон целых 30 человек на стриме спасибо мои хорошие так но я так поняла никто из вас эту игру не проходил надо уходить надо уходить ты повторяешься это не ты это матрица это просто что-то странно он эту пулю потом обратно засунул я вы прикиньте вытаскивает пулю из дырки алекс а этой надписи не было давай сашенька ждем тебя и засунул ее обратно вы все представляете обратно крэйзи мне кажется или мы ходим кругами ты точно уверен вниз и топай дальше что дальше я ничего не понимаю какие-то глюки происходят откуда этот мужик взялся у меня временная петля я попал во временную петлю я ее пройду когда бесплатно в плюсе раздавать будут я попал в прошлое что это такое а 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 да ё-моё я выберусь из этого коридора или нет может быть а назад уже никогда не не орион ты путаешь с другой игрой это не та игра где с помощью телефона нет то играет эксклюзив на playstation привет никита дарова ну кстати прикольный такой момент лечение пиявками это он это он или не он у меня геймпада не было в руках я геймпад положил мне настолько жутко было какой сюжет я не знаю мы бродим по кораблю конора будет сложно спасти а кто такой конор да я играю на пк сейчас фига себе он прям походу умер знаете вот как у меня недавно было я тоже умерла во сне недавно такой сон снился как будто за мной кто-то гонится 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 и потом я съезжаю с такой ледяной горки ну не ледяной а там типа зима была по снегу съезжаю и попадаю в воду а там льда нет я проваливаюсь прям в самое дно реки какой-то и думаю про себя лучше я что-то типа то что лучше я умру чем вылезу нет маньяк поймает и короче я начала там замерзать и захлебываться и проснулась прикиньте с белыми волосами я не помню вот я нет а нет не в плаще такой мужик просто и вот этот чувак тоже сейчас умер во сне как будто да кстати когда умираешь во сне не знаю был у вас такой или нет просто у меня очень яркие сны и у меня было ну как минимум раз десять наверно как я умираю во сне то я падаю с крыши то я тону прям когда кстати тонула настолько прочувствовала это все знаете мне кажется я может быть прошлой жизни утонула не первый раз мне приснилось что я утонула я это прям почувствовала просто как твои легкие наполняются жидкостью и ты не можешь вдохнуть это это очень страшно даже после того как ты просыпаешься я вот когда просыпалась я еще какое-то время вот так вот душа это было ужасно вот и всегда когда умираешь во сне после этого ничего нет сразу просыпаешься нет а у меня всегда я просыпаюсь ахмат завтра день рождения ух ты с наступающим хотя знаешь у меня был такой период когда мне стало пофиг на свои дни рождения ну в принципе вообще день рождения когда ты мелкий и когда у тебя ну когда тебя там не знаю под 30 ладно не буду не буду себе короче когда ты мелкий или когда уже ты сам устраиваешь себе день рождения короче немножко ощущения дня рождения конечно меняется то есть ты там свой день рождения в детстве ждешь подарки там ждешь праздник тебе мама устроит торт свечи там все там отведет тебя не знаю аниматоров там закажут я не больно оксор дос вот а когда ты взрослый и тебе нужно например там проставиться на работе потом короче пригласить кого-нибудь скелеты при этом что-нибудь приготовить короче несколько лет я так херово так относилась к своим дням рождением а потом думаю да ну нафиг я просто буду наслаждаться этим днем и я не буду сама ну то есть нет как бы я как могу придумать что я куда-нибудь схожу там в этот день просто повеселюсь но я не буду готовить там какие-то столы приглашать родственника спасибо тем вот все то есть ну родители иногда тоже да приезжают поздравляют вы меня на стриме поздравляете я в этот день куда-нибудь сходила это вообще самый лучший день рождения который может быть я вам всем советую свой день рождения просто веселиться просто главное вот это знаете в свой какой-то праздник вот не приглашать вот этих всех людей которых ты там вдруг даже не хочешь может быть видеть такое часто бывает да что всех вот этих друзей или родственников я разве плохо отношусь я наоборот рассказываю как сделать так чтобы день рождения был лучше надо купить себе вкусняшек и делать то что нравится нравится валяться на диване вот валяйтесь и жарите там например это будет офигенный день рождения обязательно вас кто-нибудь поздравит там вконтакте или еще где можно веселиться каждый день да только на это денег не хватит ну как можно и без денег веселиться это даже весело можно кстати знаешь как повеселиться без денег пойти искать деньги на улице начали ладно это бред я сейчас сказала у меня просто есть знакомый который мне рассказывал что все в новый год веселятся а он короче выходит на улицу трезвый и начинает искать прямо вот искать с фонариком или с телефоном кошельки телефоны и он всегда мне рассказывал то что я нашел мобилу я нашел чей-то кошелек ну типа люди теряют это все в новый год а он ходит и ищет это ну у каждого свои приколы тупыми родственничками девушкам проще веселиться без денег чем парня что за дискриминация я не поняла похоже какие-то разборки ключ на 32 ты прям вот на глаз определил человек находит трупов говорит похоже на какие-то разборки ты чё блин криминалист какой-то я не знаю эксперт криминалист как ты это понял у тебя прикольные друзья ага со своими прибамбасами я сама немножко не в порядке но мои друзья некоторые еще хуже внутренний циркуляр старшему помощнику фишеру сэр вы просили держать вас курс ситуации с радиосвязью мы отправляли радиограмму в указанное ниже время но не получили ответа до часа сорока мы принимали посторонние сообщения в эфире однако после не было принято ни еди да нос чешется что такое ни единого нового сообщения возможно произошел сбой в нашем радиооборудовании я изучаю ситуацию и доложу не позже трех ночи ряд рядовой купер ряд про меня уже в курсе да нет ты не в курсе я сейчас все самое интересное не рассказала я подаю информацию частями я ничего не вижу я ничего не слышу я нахожусь на полянке с цветами я не один я буду жить если деньги подарят лучше игру куплю какую просто прикиньте он ходит босиком по этому железному полу с водой он сейчас заболеет и умрет от старости если подарить деньги отложу их как-никак коплю на масштабный апгрейд ПК крутота он похож на меня такой же худенький как и я вот этот мужик и на меня похож такой же худенький как и я ничего себе бывают такие очень странные друзья когда пить не хочешь они начинают тебя держать и заливать вино ой хорошо у меня таких нет друзей я вообще от всех друзей алкашей уже давно отказалась я уже все знаю меня вряд ли уже удивит а ты собак любишь если да то маленьких или больших я люблю собак как и всех животных конечно же больших ну как ну я всех люблю но маленькие немножко раздражаются знаешь тявканьем то есть мне больше да блин что с челкой мне больше нравятся большие внешне и как охранники и как помощники человеку ну то есть мне больше нравятся большие но я считаю что больших собак держать в черте города это живодерство держать хаски у нас в нашем климате это тоже живодерство выгуливать бойцовских собак надевать на них строгий ошейник и там крепкий такой намордник это все тоже живодерство оставлять говно собачье на улице это вообще маразм и в общем если люди заводят собаку я считаю у них должен быть дом и двор в котором эта собака гуляет и живет и вот в таком случае до больших собак привет лекс я игра масс эффект 1 2 1 2 мама в ордер лэнс 3 купит а сколько она стоит я тоже думаю может тоже купить я еще даже не смотря сколько она стоит а там есть какой-то онлайн или кооп или она сингловая 2к всего ну вроде не очень дорого да непонятно куда этот чел провалился как будто в бездну какую-то и нормально будет 7к подожди борда 2 стоит 7к ничего не понимаю борда 3 стоит 2к борда 2 7к какая-то задача математическая я ей сказал что у нее жопа большая она обиделась и отобрала кому ты сказал про жопу как же страшно сах гад тиви привет так ой это гигантское сообщение я даже начинать читать не буду все равно не успею что 167 рублей да определите сколько она стоит ну а на пк 2к хорошо вообще их было трое и все атлет да про что вы рассказываете я не понимаю кого было трое что это такое я достала широких штанин по моему это из другой истории какой то почему здесь каждый раз разные трупы лежат что это такое сейчас стрёмно будет я поняла спасибо что предупредил о смотрите этот патрон на этот раз типа типа знаете как будто в кость попал или в стену или в каску и согнулся так на твиче 1080 качество лагает ну у меня как всегда о боже о нет о нет о нет о нет о 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 я добрая спасла его или нет что у него сразу сейчас было а песню тебе напомнил песню ключ вау мы как будто на титаник попали помните там тоже на корабле такое оформление такой зал был здесь что-то банкетный зал что тут происходит блин так я не посмотрела корабль призрак надо точно точно надо скачать посмотреть я такую короткометражку уже видел где шоколадка и много белых парниш короткометражку ты уже наверно все такие короткометражки пересмотрел а не знаю какой во первых какой грим можно было сделать я вижу я морячка вот во вторых каждый раз делать грим это это во первых уже будет неинтересно раз во вторых это сложно властенько немножко и тратит очень много времени ну короче я не всегда делаю грим вообще я считаю что стримить каждый день и делать например каждый грим это неправильно надо чтобы мы с вами друг по другу соскучивались и то же самое чтобы вы например удивились там вау грим они вот так что опять грим в том что пошел ко дну титаник титаник пошел ко дну да не может быть как ты мог такой спойлер мне сейчас кинуть кстати если я не путаю фильм корабль призрак и треугольник а я путаю их так вот там в начале фильма какая-то бурда произошла типа люди все в таком банкетном зале стоят и танцуют танцуют и раз какая-то такая типа типа нитка что-то такое проходит и всех людей пополам разрубила по-моему это было на корабль призрак в самом начале фильма вот и только маленький ребенок выжил какой-то так орион я не поняла я для кого кудряшки завивала и для кого это делала можно было бы хотя бы причесон сделать а это что мне не причесон ну ладно ладно сделала в следующий раз нормальный причесон начес сделаю все теперь норм могу на стримчике посидеть ну чё люська рассказывай как делишки да все супер-пупер не знаю лучше он 400 челиков в группе вконтакте я прям сегодня так обрадовала не я не сегодня обрадовалась я обрадовалась вчера и сегодня забыл просто вчера написать так приятно что даже вот вот даже когда ты стримы не выпускаешь все равно люди подписываются так странно и приятно макс спасибо большое да лучше всех вы же знаете мне немножко эти призраки пугать не вообще в играх и всегда очень сильно пугают призраки очень хотя ну нет это не совсем честно потому что призраков не существует и когда фильме или в игре есть призраки это значит что в любой момент из-за любого угла и за любой занавески может появиться непонятно что и объяснение этому призрак понимаете призрак ничего странного это просто призрак бы спасибо захар а после этого я как раз об этом вспомнил да чё рассказываешь просто на свиданку ходи да нет я только проснулась какая свиданка может быть про котеек рассказать ну чё рассказать малек научился делать массаж вот так вот тут раньше раньше только фростик массажа делал термалек делает так что меня два кота массажиста все все еще рассказать я когда стримы запускал от меня только отписывать да не правда не верю да от меня тоже отписываются что ты думаешь еще в каких количествах в огромных количествах еще клаус хэллоу хэллоу проснулась после свиданки а чё после нее спать надо смотря какая свиданка это чаще про котов рассказать так про котов значит рассказываю у котов закончился корм вкусный остался невкусный я насыпаю невкусное но типа ну чтобы они хоть что-то ели они ни в какую его не жрут и мне ради них пришлось переть просто несколько километров за кормом кошачьим за вкусным потому что видите ли они только ну полюбили там один корм французский какой-то и все и они только его теперь едят прикиньте сразу с языка сел а ну так так стоп я же не прочитала а услуги массажисты бесплатно до приходишь такой с работы и коты на тебя запрыгивает начинать а массаж сделать давай про свиданку да не было у меня свиданки ну честно у меня нету твари блохастые они у меня знаешь какие чистенькие так что некого показать посвященные должны собраться в тишине не более и не менее чем пятеро чистых разумом и душой так ребят запоминайте что будете сегодня вечером делать значит пятеро человек соберем да да твою медь я не прочитала я не прочитала кто прочитал что делать то надо фак нет не роял канин нет и роял канин это не французский корм и кстати он довольно нехороший короче какой-то культ что такое я не попадаю что только не говорите что это был кто-то из нас пожалуйста нет это был скелет ой мама мама мамочки давай 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 кажется я спасла и но закрытым ртом то не интересно вот у нее и не закрывается ты вообще не факт что эти вареники могут закрыть ну кто еще тут о кстати эти два тела в кроссовках почему-то похоже на смерть а а а а а е-мое а александр дарова это был не скелет но в итоге окажется что это был кто-то из их компании наверное игра в обычную наркоманию скатилась черт надо же было не успела прочитать а долго она под воду долго она может плавать под водой то как понять кто это сейчас вообще странно будет ну да это реально странно да забери кольцо ты свое дурында зачем она его обратно бросила а это сон был что за что за хриль я не понимаю а почему здесь какие-то двойники-то появились у нее два муса у нее два заниха бред сказать что это бред это ничего не сказать а вот эти знаешь такие у них на трупах хорошо как как гриб да е-мое реально как грибы они их походу что попробовали очень странно да я в порядке действительно мы только что твоего двойника пытались утопить это это совершенно совершенно нормально девка не про что может быть это ее нормальный муж да что происходит сколько они все одинаковые я их не могу различить ну ладно бери любого мужа и побежали хотя бы одного да это девка из сину синуа сэкрефайс 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 похоже 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 замолчи детка все я молчу меня заткнули так один это пират ага хорошо а почему он так сильно на ее муж похож черт так я не знаю я вот сейчас вообще не понимаю что дело душа моя ты что меня больше не любишь блин споткнулась скорей у меня персонаж умер у меня персонаж умер не ну атмосферно все равно несмотря на то что полная наркомания до 뼈 не поиски с waist боль ты чтоobra такая крица ты что да нормально каррица что мне не дали, а самой дарят. Короче, знаете, что, мне кажется, тут происходит? Ну, здесь есть призраки по-любому. Захарчик, спасибо тебе огромное, спасибо. Блин, как давно никто не подписывался на ютубчике. Ё-моё, так приятно остаться. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Такой звук приятный. А-а-а! Ну, вот одним меньше. У тебя персонаж умер? Я не поняла, кто у меня умер. А кто-нибудь видел Брэда? Да, это по типу психолог. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Как он умер-то? Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Как он умер? Давай подсказку мне. Не хочу спойлеров. Мне нужно пом... А... Не хочу спойлеров. Без спойлеров. Вы, может, уже кое-очем догадались, что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. вам разве не интересно что во всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий сейчас я вам расскажу что я думаю скоро поговорим я думаю а скелет это был очкарик вот хрень а ты не видела там бреда мой братский инстинкт бьет тревогу какая-то церемония какая-то церемония внизу творилась какая-то хрень церемония меня заметили стоп она в мантии напал на меня она убила бреда кто напал я ничего не понимаю да как он у меня какой-то урод в мантии не знаю но если брат что и умеет так это избегать конфликтов что за хрень творится на корабле потому что если честно мне кажется надо будет пересмотреть потом свою стриму это я не поняла как он в самом смысле я видела одинаковых каких-то парней и постараться мыслить трезво одинаковых вот все на него были похожи трое-двое не знаю короче там были трубы трубы солдат они были вполне себе мертвые но потом вдруг ожили знаешь я бы сказал звучит не так уж и безумно там был еще один алекс каком смысле там ходили какие-то чудища с его лицом с лицом алекса фрэвэ сейдов ты в порядке не слышишь русский язык я бы тебя не обидел ты ведь знаешь привет бак зелек не может все это происходить ну пусть что-то одно но не весь этот бред сразу короче эти призраки сводят их с ума и они какая-то херня или вселяются в нем быть уверены что реально и они до из-за того что путают реальности ну и вот эти глюки из этого они скорее всего поубивают друг друга мне кажется я долбанулась или это корабль призрак при это страх корабли призраки существует и мы как раз на таком и нам теперь всем хана вот и я хотел сказать мы не первые кто видит здесь чертовщину караульной до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме то психолог нормальный ну кстати мне тут актер больше нравится из сериала побег актер что здесь произошло на самом деле не знаю газета была от сорок седьмого года где золото это дурацкий вопрос странный мест здесь сплошная чертовщина плесень грязь он всякая жуть это место очень нехорошее то какой нахер золото с экипажем не отдал то очень интересует повсюду пахнет смертью как в могиле пахнет смертью вы труп на видели видимо умереть от страха все-таки можно по ходу с этими людьми так и случилось мы знаем больше чем раньше это уже кое-что мы тратим время надо действовать прямо сейчас порой так как будто знаешь оттягивать какое-то время далеко не уйдем дюк не заведется вот этот психолог тут же наверняка есть радиовышка спасибо захар можно ее задействовать короткий путь выпрыгнуть корабля нужно как-то туда подняться но она мигает может быть она и работает интересно есть у меня хоть какие-то шансы пройти эту игру сегодня если как мне говорили она всего лишь длится четыре часа то я ее вот-вот пройду если она надо валить корабля ну как я играю наверно немножко медленно да часто чат читаю вот как-то так привет матвеюшка смотрите просто какая картинка просто вот это небо это луна жалко что облака не плывут да это не очень реалистично когда идет дождь облака не всегда ходу ну хоть немножко двигаются здесь как-то не они вообще не двигаются ну вот этот заброшенный корабль волны и вот эта луна о май гад как красиво неужели научились красивые игры делать наверное это бред но нггггг привет самолет i'm english language it's a bad bad что значит bad или ты слове bad сделал две ошибки привет кептать у нас недавно было небо такое облака застыли ну слушай ахмат ну ты же понимаешь почему здесь облака не двигаются ну потому что это просто фон это просто красивая картинка намного проще сделать какой-то фон и чтобы она не двигалась чем чем если бы небо перемещалось облака бы перемещались тогда как бы еще больше ресурсов бы потратилось одновременно то есть видишь на корабле что-то колышется волны колышутся ставка класс пригодились бы если б не дырки ну я не о том что здесь хотя знаешь используя воображение forever а неужели ты в развалинах в каких-то заброшенных местах в ночи во время дождя не можешь увидеть что-то красивое вот я могу я очень люблю весь этот мрак я даже иногда могу ночью во время дождя пойти гулять потому что меня тянет вот когда нет людей когда такая тишина и когда все такое вот это вот немножко страшноватое такое знаешь вот а если ты находишься на какой-то заброшке вот как я например когда приезжаю в то место где я родилась там куча заброшенных домов ну вот этот видос может быть видели у меня где я на заброшенном ну заброшенном здании там просто весь этот городок скажем так заброшен там пару домов только осталось давай кларк пока пока возвращаясь и просто вот по вот этим местам пройтись вспомнить вот это все то есть что здесь было подумать это так здорово нашли выход я тут возить не на я буду искать ты маньяк ты хочешь меня куда-то увести ну когда дождь немножко иногда спать хочется да спать во время дождя это очень приятно отрок старости подняли планку со своим red dead redemption 2 там небо так небо как в жизнь да и там короче иногда едешь такой скач на коне да и смотришь просто что вдалеке уже тучи сгущаются что сейчас вот-вот как ливаню здесь то хотя по кладбищем не шли не по кладбищем нет я боюсь призраков ты знаешь я не верю в то что призраки существует потому что я их никогда не видела так надеюсь призраки меня сейчас не слышали но все таки на кладбище я не хочу идти мне нужна помощь во первых я я отвечу почему потому что закапывать людей под землю на которой мы живем из которой потом растут растения деревья мы этим дышим всем это для меня уже в принципе не совсем нормально я считаю что уже давным-давно надо было что-то другое придумать а люди продолжают и продолжают закапывать людей и трупы под землю и жить на этой же земле а уж тем более ходить на кладбище в котором лежат трупы и распыляют свой трупный яд ну короче для меня это все воспринимается примерно так и прикольно ты хочешь быть только месяц мне это очень интересно вот поэтому говорю ну вокруг меня много таких мест да и с незнакомым человеком куда-то ехать я не очень хочу прости пожалуйста я сейчас не очень хочу как-то распространять эту тему потому что если я скажу что я действительно об этом думаю растворять в кислоте ну короче вариантов может быть много вы знаете можно даже ставить какие-то памятники людям можно все что угодно ведь не обязательно чтобы их кости лежали под землей ну черт возьми не хочу не хочу об этом говорить не знаю кто-нибудь из вас хотел бы чтобы вас закопали я бы не очень хотел чтобы меня закопали сюда мы с пацанами нашли заброшенную ферму офигеть тут можно что вы там гуляли избавиться от трупов я так быстро никогда в жизни не нажимала xardus ну разве недостаточно животных которые умирают в природе еще и людей закапывать здорово я бы тоже сходила бы на заброшенную ферму закапывать это реально бред пережиток прошлого хоть кто-то меня понял когда я умру мне уж будет все равно хоть мусорку меня выбросить не это строк мы тебя не выбросим мусорку ходили туда но стало скучно я за кремацию труп плотность плотность милая меня так еще ни разу не называли плотность милая сушу это очень мило интересно что у меня плотная ладно проехали скажи пожалуйста почему я в личку напишу а ты не ответишь ты занят или не хочешь мне кажется что ты не очень понятно общаешься и как бы может быть я прочитала как-нибудь твое сообщение подумала что ты вообще не ко мне обращаешься там привет что делал там или что такое не знаю я вообще не люблю переписываться вот почему если я сдохну мне будет похер чё с моим трупом буду делать еще один если чё приезжает виду и хорошо да что тут что за зря я сюда зашла столь куда делись девки так разница эти девок целый корабль девок кому эти девки нужны а куда делись девки у меня даже мысли такой не было ну делись и делись я как некромант одобряю мне это в девки вы где прятки решили со мной поиграть очень вовремя а давно картин не было я уже забыл вау вот это спойлер сейчас был под яду девки нужны а сколько тебе девок для счастья надо а девки стоят нет нет но радио нашло нас ладно желательно сладких снов пожалуйста отвечай когда тебе напишу в личку пока а если я не отвечу что со мной будет ладно я не хочу этого знать что-то тут не так если идти в сан-франциско то не таким же маршрутом как будто пытались отвести всем глаза типа прятки только в океане да я себя уже хорошо чувствую спасибо у меня были кое-какие проблемы с суставами и кое-какие проблемы с моим вредным животом скажу так есть одна мазь которая мне помогает от боли в суставах но так как это антибиотик от него начинает болеть живот и это просто вот это просто невыносимо ты хочешь избавиться чтобы тебя там нога не болела и у тебя начинает болеть живот а если ты не намажешь у тебя болит коленка там например и вот это вот постоянно у меня дилемма короче что что делать чтобы что мне менее жалко мой живот или мою коленку ну и короче наконец-то прошла у меня коленка я перестала этой мазью пользоваться и соответственно перестал болеть живот но так как я подсадила свой живот теперь у меня диета еще в придаче ну короче есть какие проблемы но уже ничего не болит зато все хорошо не а суставы это у меня как бы наследственное корабль снесло с курса была сильная облачность они не знали где находятся ой спасибо что прокомментировал даже читать не нужно было пока не даун ну даже я тебе скажу что даже даже зачем это слово все короче нет антидаун мне нравился больше там такая знаешь более целостная немножко есть хотя нет не больше нет не больше одинаково наверное наверное одинаково по атмосфере вообще знаешь как будто ты играешь во вторую часть так что если тебе нравится антил даун то в эту игру тоже можешь играть я так это я прочитал уже вкусняшки намного меньше можно есть вкусняшек собрать флай стиве приветик как вызываешь нет я игра на пока сигнал бедствия посылали сос азбука морза много мертвых среди экипажа не позавидуешь я умираю смотрите не может быть но работы старые радиостанция мало отличаются от современных если подключить к сети сейчас попробую работает военная чистота попросим помощь и дайте еще покрыть меня кто-нибудь слышит алло ах и нет есть когда простите разве щас крича если вы слышите мы на старом грузовом корабле наши примерные координаты 1230 южной широты 151 20 западной долготы пожалуйста мы вас ждем держи со строк держись ты справишься и я справлюсь мы на грузовом судне большом заброшенном алло алло вы меня слышите да говно твой сигнал бедствия смотрите и вот мне еще интересно здесь как в антил даун принт сейчас просто или антил да мне не буду горят а попытаться включить электричество не буду это говорит кто-то из нас должен остаться здесь возле радио пойду я разумеется я тоже иду и что 183 сантиметра должен весить 80 килограмм я справлюсь честно у меня тогда не довезла справиться то справиться у меня при росте 168 я вешу 50 килограммах или 52 и 52 50 до 174 сантиметра 72 килограмм привет я не смотрела миш я прочитала твое сообщение перед самым стримом не было некогда ой блин у нее на газ вся поранена я кости целы все на месте все нормально нормально вы видите что-нибудь нам надо найти генератор если запустим его запустим и радио я пошел себя измерять и взвешивать а кто-нибудь еще напишите свой рост вес интересно а есть у нас толстячки в чате толстячки это же так круто ты первый спасибо обычно я выгляжу неприятно 54 весь вот я ты такой маленький почти как я ничего себе я даже могла бы тебя поднять давайте поднимем вот я до раскачаем его пятьдесят четыре килограмма нифига такой малявка ой вот я или ты худой будь я то что ты вообще что-либо мало ешь мы на нижних уровнях корабля не толстый не ход я толстячок ооо нифига сейчас вот я сформулирую что мне сказать маты сейчас все маты на меня сложат ты кого малявкой назвала ты блин глиста а ты дришь тоже тоже ну тоже как я ты задолбал мне эту челка стрейнджа стрейнджа хе-хе-хе thank you прими заявку в друзья в эко хорошо спасибо большое рядовой чарльз андерсон находясь в увольнении пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего рядовой андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим по мнению офицера произведшего арест ссора могла перерасти в публичную драку и потом были приняты меры по возвращении военнослужащих на корабль ну да нифига себе у меня идеальные пропорции ты мои пропорции не знаешь у меня их нет вообще я просто худой человечек да ладно я уже смирилась с тем что я худая честно говоря ну худая тощая что мне теперь не знаю сиськи увеличивать жопу качать не ну жопу можно подкачать ну и сиськи уже фиг с ним уже ладно я уже привыкла без них я метр восемьдесят вес семьдесят шесть килограмм давай Миша Куазар привет да худая я тощая доклад офицера медицинской службы встреч ученого икс хотя знаешь я видела тут мимо меня девчонка прошла просто вот на таких вот на таких вот спичечках я поняла что у меня ляхи такие прям с мясом с мясом прям ладно проехали так так такие записки тут неинтересные минус этой игре прям минус прям минус сиськи сиськи вставите мне лига привет я до лета был блин реально жирный за лето сбросить 14 килограмм нифига быть худой не так страшно худая девушка куда красивее чем толстая ну вот поэтому я уже и успокоилась эльин привет 176 и 70 килограмм ты такой высокий обалдеть так исследование проходившее во время непонятно чего испытывалось действие на людях галлюциногенов наконец все стало понятно с кристаллической структурой под кодовым названием маньшурское золото то есть маньшурское золото это просто галлюциноген это ни хрена не золото привет вар за флей я запыхался что то я не знаю я так много говорю очень быстро стало даже относительно кратковременное вызывает сильные галлюцинации у людей подопытные видят и слышат то чего нет на самом деле было сразу много опасных факторов короче этого всего нет на самом деле все не парьтесь ну я не знаю собираюсь ли я рожать у меня два кота есть пока вроде не собираюсь привет захар ну что что еще за записка то господи понедельник артур миллер мелкая кража сутки карцера среда нарушение режима два сутка карцера два сутка пятница это нетрезвое состояние вообще скромненько но от души вопрос тебя о мероприятиях как информировать ты просто сказала чтобы я тебе сказал когда и чего будет с участием грау не понял куда писать привет спасибо тебе большое за поддержку пиши мне в личку вконтакте добавляйся в друзья мой рот стримера чтобы рожать нужен мужик хотя бы на несколько минут все я только что такое узнала нифига себе да ладно черт что же теперь делать но это проблема это проблема ну держу себя в курсе свежих данных а только что измерил так метр семьдесят четыре пятьдесят четыре килограмма четыре сантиметра две минуты смотрю вот я до две минуты а не несколько минут кому то и двух минут достаточно видимо да блин мы это прочитаем сегодня нет короче карцер все понятно да ребята а чё вы не приписали как бадьяд к своим параметрам сколько минут если мы отсюда выберемся я неделю пролежу сейчас все замерьте ну надеюсь я всегда он бадьяд пропал на две минуты замерил секундомер поставил ой я не могу фух запустил секундомер оказывается нужен мужик ну фига о у кого то одна минута бадьяд без комплексов респект кто то умер да прикинь у меня умер брат вот этого чувака ой кажется мы обратно идем случайно его брат умер а я в этот момент смотрела в чат и это самое я смеюсь не потому что он умер просто я продолжаю смеяться ну вот я в этот момент смотрела в чат и пропустила как он умер мне весь чат сказал у тебя чел умер скромные мы да ладно все не нужны мне ваши дан а вот тебе все расскажи да покажи так может это сын кого то из экипажа папе возвращайся скорее слушайте как то все начало начало как то все начало повторяться я как будто по одним и тем же местам господи ой какая ты дохлый прям как будто я шутка худенький наушники наушники ну вот 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 хэппирыкс клауд 2 шо то такое места похоже ну а ты wars of play прошел эту игру играл в эту игру век время офигительных историй так джон паттерсон рядовой ням 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 история болезни умеренный невроз утрата труд так вообще что я уже читала это все Что происходит? Годен к службе. Короче, не в рост, но при этом он годен к службе. Сегодня в лазарет пришел на прием рядовой Паттерсон. На осмотре я заметила признаки сильного стресса и паники. Причем они же наблюдали все это солдата в карауле на этой неделе. Я попросил Паттерсона прийти сегодня ко мне, так как полагаю, что его паника сопровождается яркими тревожными воспоминаниями. Ранее ему удавалось продолжить нести службу, так как после караульной вахты симптомы угасли. Он заявляет, что эти симптомы для него крайне нетипичны. В прологе было? За тобой не поспеешь? За мной не поспеешь? Почему это? Привет, Артем! Физически здоровый молодой человек, 25 лет, без известных медицинских показаний и с хорошим послужным списком. Во время приема он смог успокоиться. Тесты на речь, реакцию и память при принятии решений пройдены нормально. Рядовой Паттерсон отметил, что в другие дни симптомы не проявляются. На сон и аппетит они не повлияли. Диагноз сильные панические расстройства, подозрение на боевую психическую травму. Название игры, на которую похожа ведьма из Блэр. Так, ведьма из Блэр похожа... Сейчас скажу. На Лэрс оф Ферр, так как это от этих же разработчиков. На Хеллблейд, так как у человека постоянно происходит сдвиг. Ну, типа, с ума сходит он. И на Plague Tale Innocence. Это игра, недавно вышедшая, про нашествие крыс. Что это такое? Спрыгнуть? Ну, не знаю, хочу ли я спрыгнуть-то. Я быстро прохожу игры? Ты шутишь сейчас, что ли? Уже все давным-давно прошли эту игру, а я только сейчас. А, что по сюжету? Мы ищем генератор. Что такое? А, лестница закончилась. Да, правильно пишется, да. Их есть две части. Привет, Хрофт, прости, я тебя не заметила. Всем приветик, кто пришел. И Хрофта тоже. А вы со мной что, не здороваетесь? Черт! Чего? Ты видела эту херню? Ну, типа, чел пробежал. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращается зрение и рассудок. Никто не нападал. В общем, карабель вёсмальдюрское золото. Что по факту, никакое не золото. Это похоже на мою диету. Может, именно из-за этого? Я от этого поправлюсь? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючит. Да! Да, да, да! И правильно, что не верил. Газелек, что случилось? Мы знаем, что команда чего-то очень боялась. Это мой натуральный цвет волос. Они видели какую-то херню и решили, что это все правда. А с упавшим самолетом это никак не связано. Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали? Или им показалось? О, боже. Они думают, что корабль сбил самолет? Идем дальше. Вот это вывод. Наушники купила, да. Так хорошо все слышно. Я тебя слышу, Хрофт. Я тебя вижу. Но главное, что слышу, наконец-то. И что у меня ничего тут не свисает. Вот знаешь, что так вот болталось вот это ухо. Но я их, кстати, не выкинула. Думаю, вдруг я их склею. Я кофе вообще не пью. О, привет! У меня пока что нет Borderlands 3. Я вот все думаю. Вообще я такие игры не очень люблю. Но стоит ли, может быть, ради вас постримить? Вот. Я вообще не знаю, что я завтра буду стримить. Потому что сегодня, скорее всего, мы пройдем эту игру. Привет, Ритерт! Да целая толпа парней вон у меня за хромакеем сидит. Киберпанк? Последнее, что я видела по киберпанку, меня очень сильно разочаровало. Очень сильно. Я не люблю такие игры, но я знаю, что это для массы. Это просто идеальная игра. Потому что люди обожают в таком стиле игры. А я, как девочка, не люблю. Борда не очень нравится, но это мое мнение. Я эту серию игр не очень люблю. Impatient? У меня была эта игра в топе игр, которые выйдут в 2019 году. Она вышла, кстати? Захромакей? Там места уже нет. Так. Impatient вышел. Кстати, стоит, может, поиграть. Я один пью кофе с одной ложкой кофе и одной ложкой сахара. Нет, я тоже так пью. Я именно так пила кофе, пока я не перестала его пить совсем. Мы твои парни и мы твоя семья. Ой, семья моя. Родненькие вы мои. Итак. Ой, какие интересные тут записки. Слушайте. Почему так интересно-то? Эй, посмотри. А у меня два кота есть. Ну почему? Два кота есть и оба умеют делать массаж, представляешь? Киану Ривз вживленный в голову главного героя. Как понять вживленный в голову? Я не знаю. Я знаю, что он вроде как будет в этой игре, а то, что он был вживленный в голову. Места нет. А в ванной? Ну в ванной это вообще-то мое место. А кто что про ведьмака сказал? Вот в том-то и дело, что после ведьмака я думала, что любая игра от этих же разработчиков это топчик. Но не киберпанк. Ну не киберпанк. Ну пожалуйста. Ну что-нибудь похожее на ведьмака. Я думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию. Заткнись. А-а-а! Импэшнт это же игра для VR-а. Ну тогда... Только подожди, а в нее можно играть? Не в VR-а. Привет, Илья. Протворение Кодимы. Эту игру я очень жду. И я думаю, что она будет шикарной. Шикарной. Больше всего она, конечно, мне напоминает МГС. И это хорошо. Кодима равно МГС. Так что пусть делает МГС и дальше. Я, конечно, ждала Silent Hill от Кодимы. Больше, чем свой день рождения. Больше, чем... Свои какие-то еще... Больше, чем... Я нашел. Закрытие кредита... Я не знаю. Я ждала больше всего Silent Hill от Кодимы. Но это не произойдет никогда. Конечно, жду. Я же фанатка Resident Evil. Лучшая игра. Resident Evil 2 ремейк это лучшая игра за последнее время. Вообще, кстати, начало года такое мощное было. Метро, резидентик. Человек-паук. Ну, Человек-паук это такси для меня. Закрытие, прием. Послушайте, они захватили мою лодку, похитили нас и хотят убить. Пожалуйста, торопитесь. Прием. К вам можно направлять на группу спасателей. Прием. Да чтоб тебя, дурацкая шелезяка. Пираты еще живы. Death Stranding равно МГС. МГС равно Кодим, Кодима равно Шедевр. Шедевр, это хорошо. Я хочу ремейк тоже Silent Hill. Но я не думаю, что когда-то такое выйдет. Ну, когда-то, через много лет, может. А вот ремейки от Capcom. Как-то стрёмно. Вот это вот было сделано. Это они уже, наверное, дорожка встали. Дина Кризис будет ремейк. Киан это виртуальная личность. Записана на своего рода флешку. Эта флешка, соответственно, встанена в мозг главного героя. Неплохо. Это значит, что с Кианом мы будем встречаться на протяжении всей игры. Спойлер. А почему все вот это вот у меня вообще не происходит? Я один раз играла в VR, как только он вышел в VR от PlayStation я играла. Честно говоря, очки были неудобными. По краям очков просвечивалась реальность. В самом VR ужасный графон. И после VR очков устали глаза через... Через 10 минут примерно. Вот. Что я могу из этого всего сделать? Что я никогда себе не куплю VR очки, пока их не доработают. И пока не будут так сильно уставать глаза. Именно... Именно вот... Больше всего не хочется портить свое зрение. И надеюсь, что на мозг там они не сильно влияют. Я пока что-то опять с Резидентом не туда... Ну, у них это нормально. Они сначала не туда рулят, а потом что-то клевое выпускают опять. Ты без ПК и без консоли? Как ты живешь вообще? 2К VR? Это что такое? 2К VR. Какую консоль ты купишь в Back the Leg? Отлично. Мы застряли. Я застрял с женой на какой-то палубе. Непонятно. Точнее, под палубой. Что может быть ужаснее вот этой ситуации? Ну, где выход-то? Мне иногда вот эта игра, знаете, напоминает такие игры, как Сибиря. Вот когда ты... Когда у тебя просто ужасные ракурсы камеры, и ты не понимаешь, можешь ты идти сюда, не можешь. Можешь ты идти туда, или не можешь. Идиотские ракурсы камеры вообще все время влезаешь в стены. Я сам VR не очень люблю. И так зрение в хламину посажено. Еще и VR это окончательно добьет. Вот, я вас заранее предупреждаю, что... По-моему, VR влияет на зрение. У меня прям долго еще что-то мелькало перед глазами. Нехороший он. Привет, Кэрри Гон. Привет. Привет, Лекин. Ну, что такое? Куда мы можем выйти уже? А! О! А вот этот поворотик я пропустил. Посмотри! Это ребризер! Ребризер! Мы можем нырнуть. Он еще работает? Ну, на несколько минут может и хватит. Нырнуть и жить под водой. Старо его брать. Отлично. Давайте возьмем ребризер. Пробовал VR-авиасимулятор. Было шикарно. Сейчас уже, наверное, VR улучшили. Я же несколько лет назад пробовала. PS4 купить решил? Вроде как пятая PlayStation будет сразу же в двух версиях. Слышали? PlayStation 5 Pro сразу выпустят еще. Ну, так говорят. Какой же он жестокий. Ну, все. У меня эта челка заманала. О! О, как я придумала. Нормально. Пусть будет так. Немножко зализано, но пофиг. Ой, а я не видела PlayStation 5. А ее разве показали? Какой нахрен вид PlayStation 5? Ее еще не показывали. Ее даже не анонсировали еще. Спасибо, Квазар. Мама! Думала, не справлюсь. Привет, Егор. Так, вперед. Все, уже конец. Да ладно, я сейчас игру пройду. Внутренний циркуляр. Совершенно секретно. Каправу, Стивену, Хардингу. Гу-гу. Что ж такое? Черт! Надо уходить! Черт! Идем! А, да! Она обратно совместим будет с играми. Точно! А почему его жена несет этот ребризер? Женя вы прятитесь, сучки мягкие. Один раз прошла секера. Все золото. Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. Все у боссов, конечно. Я бы, кстати, переиграла бы секера. Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать. Сиди тихо. Стрейнджер, стрейнджер. Хе-хе-хе. Бэнкью. Эхи. Всем рог, друзья. Привет, Люсь. Привет. Что пропало? Как оно? Прекрасно выглядишь. Спасибо, Георги. Спасибо тебе огромное за поддержку. Приветик. Все супер. Вот это вот большой кувальдой. Рога! Один раз не всех боссов убила? Ну там боссы повторялись уже даже. Боже, не стой! Боим безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Спасибо, Георгий, огромное тебе. Спасибо. Не могла немножко от игры это рвать. Я прошла секиры полностью, генитиры тоже. Кстати, ребятки, а давайте как-нибудь секир-то перепройдем. Все. Несместно. А вот теперь никто из вас не изменится. Я все Дарк Соусы по два раза проходила, а секиры один. Тихо. Медленно. Ну почему? Надо же клево я. Не меняйся. Не смейся. Руки в дых. Тихо. Финального босса за полчаса? Я уже не помню. Нет, не так. Никаких перемен. Гарри Поттер или классический резидент? Убери пистолет. Ну, Гарри Поттер слишком старый. Вы что думаете? Я один. И слишком легкий. А резидент я всегда за. Вот я секирку купил. Я не прав. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад. Не лезьте в туман. О, что-то с туманом. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Нет, у меня нет татух. Хорошо, что в секире нет выбора сложности и все в равных условиях. Но Баса быстро начинает ныть и дропает. Я не знаю, пока Захар, какие игры в ближайшее время покупать. Еще не решила. Сейчас ставить музыку, это немножко не в тему будет. Туман как во мгле? Ну, нет, не так. Я молчу. Какая-то дымка или туман. Они про туман разговаривают. Говорим. Тебе есть туман? Конечно. Но мы все немного вдохнули. О, нет. 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 Вот дерьмо. О, ну как я так сыграла? Боже мой. Как можно было так ответить? Фак. Может быть... Может быть это ему приснилось. На концовку не особо влияет? То, что умерла жена его? Ну, жены нет. Спасибо. Вот этот хэдшат сейчас был. Походу сюда. Смотрите, как он недолго переживал. Походу сюда. Ой, да ладно. Все как в том гребаном фильме с кораблем и водой. Только без танца. Вот ведь... Можно мне хотя бы лаплера? Как? Как он может шутить сейчас? Только что жену убили. Будущую. Мать твоих будущих детей. Умереть можно было от выстрела. О, господи. От утопления. А теперь еще и от скуки. Не, Георгий, тут бывает страшно. Ладно. На. Пора спускаться в эту дуру. Сами с собой разговаривают. Вообще все. Ну, может быть, я перепройду игру. Совсем другие решения буду принимать. Может быть. Не факт, что на стрим. Шоколадка-то жива. Ну, в принципе, за жену сойдет. Как ты думаешь? А, можно будет перепройти эту сцену. А, точно. Можно будет сцены перепроходить. Точно. Ой, тут кто-то лежит. Я по запаху чувствую. Я чую. Ну, да. Такой подумал. Фух, наконец-то. Наконец-то я могу. Спокойно. Изменять своей жене. И не париться. Во все просто. Просто нет жены. Нет жены, нет проблем. Согласна с водой? А вот туман здесь у меня распыляется. За жену сойдет, да? Прикольно сказал. А как тебе нет жены, нет проблем? Подумаешь, жена. Теперь сможет порнушку дома посмотреть спокойно. А, ну, это уже не измена, тем более. О, мы спускаемся. Спрыгиваем. Нет, еще есть один чувак, который уплыл на лодке этих браконьеров. Или кто они там? О, Ренасов. Прикольно. Уплыл на лодке и где-то здесь вот плавает неподалеку. Который к этой девчонке клеился, за которую я сейчас играю. Так что трое остались. Ну и еще, может быть, вот эти чуваки еще есть здесь где-то. Вот этот придурок с глазом вытекающим. Он еще здесь? Никто не помнит. Капитан Джек Воробей, который. Эти славные звуки корабля-призрака. Не, ну как они портят атмосферу вот такими фразочками, честно? Эти славные звуки корабля-призрак. Что ты за дура такая? Тебя вот-вот убьют. Ты через несколько минут, даже секунд можешь умереть. Как можно шутить в такой ситуации? Лучше бы она описывалась от страха. И то бы атмосферы больше было. Кто это? Сейчас вообще непонятный какой-то чел был. С такой стрижкой под горшок. Может, у нее истерика? Ну, знаешь, надо вести себя тихо, а она идет и вслух разговаривает. Рад был тебя увидеть. Рад, что ты поправишься. Я пойду пока. Спокойной ночи, бадьядушка. Я тоже очень рада была тебя видеть. Ой, ты прям по расписанию. 10.00. Как же ты к бадьядушку спать пошел? Сразу кулак такая, видели? Боевая баба. Такие, вот то, что я слышала про серию игр Blackwater. По-моему, Blackwater. Четыре игры должно быть. Каждая из них выходит, по-моему, с интервалом в полгода. И каждая из них закончена история. Вроде так. Может быть, я что-то не так поняла. Но сегодня должна закончиться эта история. И где-то после Нового года выйти следующая часть. По-моему, надо уходить отсюда, а не сюда. Какой первый паук? Человек-паук мне вообще не нравится. Ни первый, ни второй, ни пятый. Успокойся, ладно? И никто не пострадает. Чего она? Она Иисус? Чего? А, по воде ходит. Ты об этом пожалеешь! Кошечки лучше всех поживают! Ну почему она стоит? Ну почему она не убегает? Не так уж и много воды. Ой, все шатается! Ой-ой-ой! Человек-тапок? Что? А теперь бежим. Кто это? Фу! Мамочки! Я перепутала! Ну хватит мне смешить, я кнопки буду. Он дверь сейчас закроет. О, нет. Только не это. Давай! Ну давай, дорогая, давай! Уходите оттуда! Быстро! Я не могу! У меня все сдохли! У меня сегодня все сдохли! Боже мой, я хочу переиграть! Нет! Он за свою жену так не переживал! Как же так можно играть? Тебе нельзя играть такие игры? Нет! Нет, человек-тапок меня рассмешил. Короче, вызовет у меня, походу, один, и то не факт. Да я не специально! Я пыталась, чтобы она выжила! Да, не дурни, их не жалко! Молодец, Люся! Вук, привет! Как делишки? Здорово! Да, представляете, я не поняла, что X надо нажимать. Я думала, один раз только надо нажать, а надо было много раз нажать. Вот этот очкастый мне валяется, который я не поняла, как умер. Спасибо, Хеймдай. Нет, этого Челька уже жалко становится. Жена умерла, подруга умерла, и брат тоже. Теперь можно его съесть. Короче, вызовет только пацан, который уплыл на лодке, да? Наверное. Утро наступило, ничего себе, я думала, оно никогда не наступит. Неужели такая концовка? Пожалуйста, только не говорите, что это концовка. Это не должно быть концовкой! Ха, не есть! Так. А этот, наоборот, сюда плывет. Интересно. Добей его! Когда подобные ситуации люди будут делиться на группы, то лучше в одну группу с Люсей не попадать. Может быть, нам сейчас за этого чувака дадут еще поиграть? Ребят, это самоконцовка или нет еще? Скажите мне правду. Ухо заклеил, молодец. Ку-ку, усички, ку-ку. О, дверь открылась, заходи. Что это за место? Заходи, пожалуйста. Ну, дайте мне за него поиграть, пожалуйста, дайте. Ну, дайте, дайте. Пожалуйста, пожалуйста. Походу, конец. Блин, неужели это все? Разминулись, мужики, а! Давайте сейчас все будем переигрывать. Мне это не нравится. Так, с того момента, как у меня люди стали умирать. Надо переиграть. Чел с молотком наверняка еще жив. Ты подожди, его же разрубило так же, как и эту девчонку. Зато с пулеметом. Да, все фигня, давай по новой. Сейчас будем переигрывать. Надо посмотреть, как еще. Да, ну нафиг! Ну, вообще. Ну, вы даете. Да, игра неожиданная, резко как-то заканчивается. Че ты пишешь там, че ты пишешь? Кровищу показали только у девки-негритянки. У Чела тоже была, вокруг него кровь разлилась. И у этой тоже вокруг. Вот и все. Конец игры. Свободный. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Не очень счастливый конец. Или счастливый. Зависит от того, что вас радует. Правда? Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Ну да, это моя концовка такая. Какая в решениях не так. Просто хочется посмотреть другие. Решениях принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Он писать, Люська, убийца. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Тут вроде есть выбор, но на самом деле мало на что влияет. Вот не люблю, когда так. Эффект падения четвертой стены? А что это? Я не поняла. Что ж, до встречи. Где? Может быть, где-то еще. Но знаете, мы встретимся. Это неизбежно. На кого он похож? Он похож на этого из Терминатор 2 актера, который играл Жидкого. С такими же ушками. Намек не на DLC, а на продолжение. Это же только первый эпизод был. Да, я прошла, но я сейчас еще попробую переиграть. Это когда прямое обращение к зрителю? Игроку от персонажа? Вау. Рэпчик пошел. Нет. На это я не подписывалась. Нет. Только не рэпчик. Чувак, это рэпчик. Сейчас попробуем эпизод какой-нибудь переиграть. Вау, продолжение. Зря ты сюда пришел. Зря ты сюда пришел. Пошли мы в жопу. О, нет. О, смотрите, это то, что будет в других частях. Про какую-то бабку. Про бабку, это же супер. Типа, welcome to Silent Hill. 2020 год. Я же вам сказала. В начале 2020 года выйдет следующий эпизодик. Так, мы можем переиграть. Наверное. Дешевый трюк, но я повелась на него. Я даже заикаться начала. Песню сперли из Until Dawn. Выбор сцены. О, незваные гости. Так, что бы я хотела переиграть, попробовать? Ритуал. Где у меня умер челик первый, в очках который? Наконец-то игра, которая за несколько лет смогла меня хоть чуток напугать своим скримером. Я рада тебя. Не, кстати, я вообще рада, что наконец-то стали делать хорроры. С хорошей графикой и с нормальной атмосферой. Вот наподобие... Ведьмы из Блэр. Наподобие вот этой игры. И будет еще продолжение. В общем, это все мне очень сильно нравится. Я фанатка хорроров, потому что... Можно сбежать на катере с мужиком. Аутласт хорош. Ну, как сказать. Меня бесит то, что там ты вообще ничего сделать не можешь. Только спрятаться. Точно с эхо надо начинать. Нет, давайте начнем... Вот где жену убили? Джуниор Олсен. Затопление. Конец. О, что такое грота, маленькая? Эрика? А что такое Эрика? Я сегодня слегка под шофе, поэтому заторможена... Так, что? Скример ног. Фига себе, уже 10 минут прошло. Не надо было ей протыкать черепа кинжалом. Ладно, сказали с эхо, значит с эхо. Перезаписать новое сохранение. Отмен. Как будем делать? Ай, я не знаю. Ладно, давайте на новое сохранение. Типа ветка в другую сторону пойдет. Сказать, что туман они не глотали? Так, вот начинается туфта. А, это у меня сегодняшний стрим отсюда начал. Нет, это не заново, Захар. Это не заново, это... Ну, сегодняшний стрим у нас с этого начался. В принципе, все мои решения до этого меня устраивали. Потому что до этого у меня все были живы. Ну, поиграю еще немножко. Интересно посмотреть, что можно сделать по-другому. Кстати, один раз я одну кнопочку не успела нажать, потому что у меня переключилось как будто на клавиатуру вместо геймпада. Ну, честно говоря, сегодня много страшного было. Эй! Флиз, эй! Ты где была? На корабле, дебил! Проигнорировала она его, да? Вот опять она повторяется. Это ведь не она? Ну да, ее вообще здесь вроде как нет. Алексей! Леха! Леха! Леха, ты в порядке? Вставай, Леха! Опять, опять заметили вот эту фишку из пяти. Они постоянно ее ты взят. Ага, ты почему уверена? Откнись и топай дальше. То, что ты проходишь дверь и оказываешься в том же самом коридоре. Шевелис, давай! Майка не того цвета? Ух ты, ты запомнил цвет майки? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Где-то я уже это видел. Захар, тебе кажется, мы же первый раз в это играем. По сюжету нас жрут пиявки. Все. Стоп, я не понял, что происходит? Ты только сейчас не понял, что происходит? Эй, а ты уверена? Ты? Блин, он так странно себя ведет, ну что это такое? Ну пожалуйста, ну прорабатывайте игру лучше. Что? Ну почему он не удивляет со всему, что здесь происходит? Типа как-то пореалистичнее, что ли? Прикиньте, вот его жрали пиявки, он просто проходит в эту дверь такой. А-а-а! Наркоман, наверное. Наверное. Крипово. Острог. Так на стриме... На стриме черные экраны есть. Мы так с вами еще не делали. Опять он выходит. Двух чуваков жрут пиявки. Чувак в очках, скажите свое мнение насчет этого. Какие ощущения вы испытали? А он такой... А-а-а! Вот такие. А можно не залазить на лестницу? Нет, нельзя. Конечно нельзя, конечно нельзя, блин. Долбанная линейная игра. Не хочу я залазить, если. Надо в журналистику идти. Привет, Тимох. Тимох, а мы игру прошли, представляешь? А сейчас я просто пробую... Можно ли еще что-то как-то здесь по-другому сыграть? Скелеты. Скелеты? Скелеты? Где ваша кожа? Похоже, какие-то разборки. А-а-а! Я, кстати, еще когда за эту... Девчонку-то играла. Вот эту вот. Ай, не помню, как я... Я их как всех зовут. Я не успела там что-то прочитать, помните? Блин, или это уже было до этого? О, а у меня ключ теперь с собой. А что я тогда его не взяла? Или взяла? А я взяла ключ тогда? Скелеты? Где ваша кожа? Так, блин, с кожей они бы были не скелеты тогда? Ключ внутри цепи... Я ничего не слышу. Ничего не слышу. Ну, да, здесь нас пугают уже. Вот во второй половине игры пугают нас уже нормально. Мне больше нравится. Пострашнее стало. Вот тут сейчас что-то будет. Аликс? Джулия? Ох, твою мать! А-а-а! 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 Ключ упал! Он жив ещё. Он жив, он жив! Самый страшный момент, это на Конрада, если не уплыть, за него на лодке. За Конрада, если не уплыть за него на лодке. Да ладно! А можно себе не уплыть? Да ладно! А можно себе не уплыть? Ой, я хочу не уплыть. Так он же не здесь у меня тогда умер. Он умер потом, не тут. Хотя, знаешь, я не знаю, когда он умер. Я тогда вообще не заметила, чтобы он умер. Ой. Персонажи беспонтовые? Ну, их просто, может быть, так раскрыли. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Вау! Теперь он у меня умер по-другому... или выжил. Да я просто хотела посмотреть, что будет. Это же другое решение. Ну, сейчас узнаем. Я же не пытаюсь сделать, чтобы все выжили, я пытаюсь по-другому сыграть просто. Боже мой, их комментарии просто настолько умные и логичные. Здесь что-то не так, что здесь происходит, боже мой, да ладно. Ну неужели в такой ситуации люди вот так реагируют? Знаете, как они реагируют? Вот так, а не так, как эти. Ну ладно, я уже про это столько раз сказала, что... Что? Зачем? Зачем меня так пугать? Простите. Ну, по крайней мере, я бы так среагировала. Ты чё? Не жалею тебя тоже напугал. Так, вот эту книжку я тогда не дочитала, сейчас быстренько читаем, она очень интересная, очень. Ой, зачем я её кладу, господи, тупица. Читаем. Поехали. Посвященные должны собраться в тишине, не более и не менее, чем пятеро, чистых разумом и душой. Трое из них должны быть женщинами и двое мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Для волхва и духовного благополучия паства, прежде чем начнётся фестиваль Акрамахамарии, ритуал, именуемый Фрейскеля, дабы избавиться от демонов силами посвящённых. Далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвящённый займёт своё место у одной из вершин. Дева, принесённая морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сороса с мечами в руках со всем доступным им рвением. Мы стоим в пятером вдвале, но столь близки, что можно коснуться рукой. Пентаграмма, символ о пяти лучах. Великим могуществом, повернувшись на 90 градусов, изобразить... Что-то так, это уже не важно. Да блин, ну что-то так неудобно. Попробую ещё раз. Я не поняла, как страничку перелеснуть. Привет, Вилечка. Приветик, спасибо большое. Как страницу перелеснуть? А, вот. Так. Череп, кинжал, кровь, дерево. Череп, кинжал, кровь, дерево. Тело следует поместить в гроб из твёрдого дерева так, чтобы голова всегда была видна пастве. Как напоминание о том, что зло способно заразить души людские. Лишь сила Сороса защищает нас. Во! Вот это уже интересно. Ничего, Бокзелек. Ничего страшного. Вот это уже интересненько. Видели следы на полу? Кровавые. Кровавые следы, кровавые следы. Кровь, кровь, кровь. Я поднимаюсь. Давай, Флиз, соберись. О, мы сюда не ходили. Не знаю. Наверное, потому что время ещё не пришло. А сейчас нападут. Но я сейчас выйду отсюда и на меня нападут. Так, только вот когда на меня нападут, что делать? Спасать её? Опа! Мы чё-то нажали. А где я фонарик? О! Смотрите, мы тут не были. Может быть, не напали, потому что я книгу дочитала? Так, там было про гроб. В гробу должно быть тело. Ой, бедняжечка. Вау. Не было ничего. Ничего не было. Да, Георгий. Игра довольно насыщенная. Ну, знаешь, именно экшена вначале маловато, а потом... А потом, да. Потом наполнено. Чё, чё, смотришь, закрыла меня? Как получится, Захар? Боюсь, что может быть пораньше. Так как это первый стрим после перерыва, я ещё пока... Не знаю. Не готова, может быть, 4 часа отсидеть. А может быть, и готова. Как пойдёт. Прикольно, как первый раз играю. Да, всё по-другому. Круто, да? Завтра стрим, но я ещё не определилась с игрой. Ну, может, в группе я напишу вам. Выберем с вами игру вместе. Вот это было, да? Да, вот это было. Или не было? Что это? У этого не было? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да почему я не успела нажать? Ну нафиг! 5 месяцев подписывал? Ух ты! Блин! Парнишка поехал! Ммм, жалко девчонку. Я бы не хотела, чтобы она в этот момент умирала. Так как сделать, чтобы все выжили? Не знаю, когда Скайрим. Может быть, никогда. Это слишком масштабная игра для стримов, мне кажется. Успевать нажимать? Да нет, я нажал на не ту, по-моему. Привет! А-а-а! Он типа разозлился, что она его от зомбарей не спасла? А-а-а! Стримлю. Да. Как видишь. А-а-а! 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 Кто из них кто? А-а-а! Я буду по-другому отвечать! Отношения! Отношения обновлены! Нет, я хочу по-другому отвечать Он подумал, что жена хочет, чтобы я умер Он даже не понял, да и я не поняла Не утонула Прости, но ты правильно поступил Или он, или мы Береги жену Да, да, Захар, ты прав Теперь надо сделать, чтобы жена выжила Расскажем ему, что типа мы дымом не дышали Может тогда она выживет? Да что такое? Нет, он здесь Что он делал, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Сейчас все, наконец-то я все нажала Тихо Тихо, Захар Это все объясняет Ой, мамочки Ой, что происходит Ой-ой-ой Господи, муж споткнулся Нет Да она не может открыть Ох, е На нахрен Она на этот раз врезала, прикиньте Может он ушел? О, так круто, не могу Господи Нам нужно укрыться Да ладно, блин Укрыться Покрывалом Или пледом Йо Все идет по-другому Какая жуткая игра Блин, здоровый парень Че, она этого одноглазого Ушатать не может Жена вообще молодец Главное, жена дверь выламывает Он говорит Открывай дверь О, привет Похоже, мы внезапно приблизились к миру Духов Не так ли? Ксардис, к сожалению Я не успела Ну вот, одним меньше О, привет Скажите, кто-нибудь видел флис? Флис? Вам уже ясно, что происходит? Кто такой флис? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнайте Надеюсь Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли Той ночью было много смертей Позвольте помочь вам Давайте возьмем подсказку на этот раз Мне нужна помощь Ну что ж Как бы сказать Здесь могут быть Замешаны силы Близкие к науке И даже может быть К политике, понятно? Менее Потустороннее Да это я уже знаю Вот про этот гаст Вы может уже кое о чем догадались? Что все и вся Может оказаться Совсем не тем, чем кажется Ну конечно Его подсказка Это полная Надеюсь Это хрень Вам разве не интересно Что обо всем этом думают ваши бедолаги И как в будущем избежать Ненужных трагедий Вперед За дело Скоро поговорим Интересно Сколько здесь всего сценариев Вообще Вот каких-то Вариантов Исхода событий Каким образом То есть Какой-то персонаж Наш он если в какой-то момент Не умер Он может умереть позже Другим способом Очень интересно И с ней все в порядке Что за хрень творится на корабле Потому что Если честно Мне кажется Здесь Ну Обитает какое-то зло В буквальном смысле Надо успокоиться Бар? По-моему я проходила Мимо бар Там был еще один Алекс Африканцев Кто-то нанял Чтобы грабить Ходили Ходили какие-то чудища С его лицом С лицом Алекса Это было ужасно Джулия Давай Багза Я бы тебя не обидел Ты ведь знаешь Я знаю Просто Не может Все это происходить Ну Круто Этого диалога Не было Но не весь этот Бред Сразу Слишком много Совпало Тут явно Какая-то херня Научно-политическое Дерьмо Что реально Видели золото Что-нибудь Пора признать Что никакого золота Тут нет Раз мы не нашли Что случилось С экипажем Куда все делись Давай Захар Это прям Как будто бы склеп А помните В прошлый раз Мы здесь разговаривали С этой девушкой Которая умерла Все-таки можно Походу С этими людьми Так и случилось Здесь сплошная Чертовщина Плесень Грязь Вонь Всякая жуть Стрёмное место Вот реально Все время Волосы дыбом Я долбанулась Или это корабль-призрак Ну типа корабли-призраки Существуют И мы как раз Вообще-то я выбрала Сейчас другой ответ Ну можно и Не про корабль-призрак Я тут письмо нашла И прочитала Здешние караульные Боялись призраков Мы знаем больше чем раньше Это уже кое-что Вот неужели На мозг человека Можно на так повлиять Чтобы он начал видеть Глюки и призраков Думаю неплохо было бы На него перебраться Нам ведь нужна крышка Для меня это фантастика Погодите Тут же наверняка Есть радиовышка Так часто В фильмах В играх Объясняют все Глюками Типа Привиделось Приглючилось Неужели это нормально Вот мне никогда Ничего не глючилось Ой Как такая железяка Гигантская Плавает и не тонет Некоторые наркотики Влияют на мозг Вызывая галюный Газ Наверное тоже Что-то я от этого продукта Больше ожидал От этой игры? Ай Лодка вся в дырках Пригодились бы Если б не дырки Да Ну в этой игре Не больше Не меньше Чем было в Until Dawn Until Dawn Просто чуть подлиннее Сама по себе была Там потому что В принципе Даже персонажей Было больше 7 или 8 Так что Я большего не ожидала Я могу сказать Что я вообще Последнее время От игр ожидаю Меньшего всегда Я заранее игру Воспринимаю Что она будет Плохой Скорее всего Она мне не понравится И в итоге Все Чаще всего по-другому Наоборот Если занижены ожидания То в итоге Что-то клевое Происходит Я знала Я сейчас вообще Не испугалась Оооо Вот тут мы не были Вот эту записку Мы не читали Инструкция поиспользуем Противогаза Прежде чем Помогать другим С надеванием маски Убедитесь Что ваша маска Плотно прилегает К лицу Если вы обнаружили Газ Или услышите Сигнал газовой тревоги Не паникуйте Сохраняйте Спокойство И громким голосом Подайте сигнал ГАЗЫ Чтобы предупредить Об опасности Всех вокруг Задержите дыхание Наденьте сумку Противогаза Разместив ее Под левой рукой Перекиньте на плечо Лямку сумки Снимите каску Удалите С под маски Газ Проверьте противогаз На герметичность Похоже Здесь перевозили Отпустите шланг Сняв маску Уберите ее из шланг Противогаза Будут выдаваться Только в случае Утечки газа А вот и Газы Так А противогаза Там не было Я бы Надела Наверное После такой информации Я вообще От игр Никогда ничего не ожидаю А уже начинаю Строить свое Мнение по ходу Прохождения Ну Это тоже Не совсем верно Потому что Покупать игры От которых ты От которых ты Ничего абсолютно Не ожидаешь Это пустая трата денег Скорее всего Может оказаться Эй Мне нужна помощь Тут вроде Можно подняться Газы Подсади Ну конечно Девушка Девушка Мужика Подсаживает Я помогу Идеально Придумано Вот неужели Вот неужели Так легко Кого-то Подсадить Не верю Подсади Просто взяла И мужика Подсадила На 3 метра В высоту Спасибо Георгий Давай Спокойной ночи Пока Отдыхай Всего хорошего Рада Я знаю Постал 2 И постал 1 Тоже знаю Знаю не только Кажется С характером А еще и Сильный Сильный Ага Да По-моему Да Они сюда Не шли Втроем Интересно Все Разворачивается Да Тут можно Пройти Ну-ка Ну конечно Оставьте Меня здесь Снаружи Захар У нас все Идет по-другому Мы даже Прочитали Про Противогаз Только что То что Типа Ну Если Появится Газ Что Типа Надо Противогаз Одевать А до этого Я эту записку Не находила Последние записи Сказано Про Шторм И что Это значит Очкарик Уже Успокоился Что Ни фига Не алло Мимо Трупа Такой Проходит Вообще Пофиг Очередной Труп Вы Вы Нашли Радио Я еще Но Я еще А вебка Разве не на меня Ты меня не видишь Или ты хочешь Чтобы она была Снизу Как бы Не Я снизу Ракурсы Не люблю И прямо Не люблю Да и мне некуда Ее ставить Не позавидуешь Во время Прямого Эфира Скопытился Смотрите Не может быть Ничего Захаршка Давай Отдыхай Ну Не проверишь Не узнаешь Спасибо Даниил Сейчас попробую Пока Спасибо за стрим Захар Ну же Это очень срочно Прошу Повторите Они все равно Нас не слышат Мы на старой барже Координаты 12-30 Южной широты 151-20 Западной Долготы На помощь Скорее Мы в беде Откуда он знает Координаты Алло Алло Вы меня слышите Ну же Прием По-моему Захар сказал Что он будет Скоро уходить Но не прямо сейчас С Захаром Мы же все Попрощались Эй Гляньте сюда Так Вот сейчас По-моему Ее убьют Нет Надеюсь Внизу Мы как-то Сможем Включить Электричество Бэкзалак Что за бред Ты пишешь Кто-то Должен ждать Возле радио Пойду я Разумеется Я все сделаю Идти должен я Ну Если ты хочешь Я в тебя верю Бро Я тоже иду Эй что Джулия Нет Ну ладно Идите вдвоем Удачи Ты лучше Ладно Она остается здесь Офигеть У тебя все По-другому идет Мамочки Ай Все жопы Себе отбили Я не знаю Она у меня осталась Наверху Все по-другому идет Заткнись Жене сказать Тема Что делать Будем Я не знаю Где мы Надо успокоиться И разобраться Буду ждать Возле радио Теперь смотреть Что брат Не умеет О Она им зажигалочку Скинула Зажигаем Пошли Ё-моё Все вообще По-другому Мы на нижних уровнях Корабля Как первый раз Играю Реально Все по-другому Ну не хочу Я тут все Обследовать Не хочу Можно не обследовать Да-да Записка А строк У меня тут Все по-другому У меня теперь Жена Вообще Отдельно Осталась Похоже Завязалась Драка И этого Чарли Отправили В карцер На 10 дней Ничего себе Драка Про этот Карцер Уже 500 раз Говорили Не могли еще Чем-нибудь Придумать Привет, Никит В лазарете Лежал Никит Джо О Стрейнджа Стрейнджа Хе-хе-хе Немножко Испугалась Привет Пока, Лютик Чет усталость Берет свое Давай До встречи Рад был Повидаться И да Надеюсь Еще разок В дискорде Пообщаемся Ага Спасибо, Захар Большой Пока Спокойной ночи Конечно Пообщаемся Ну ты знаешь У меня должно быть На это времечко Конечно же Что? Помнишь, как мы в детстве Влезли в гидроэлектростанцию В конце квартала Ну, вроде Спасибо Огромное Я хотел тебя Развеселить Но Рискну предположить Что ты тогда Просто засал Заткнись Опа Господи Смешарику Смотреть зачем? Чтобы не так страшно Было Может Это сын Кого-то Из экипажа Ну все Остается Только в эту дверку Заходить Так И только сюда Ладно Спрыгиваем Сразу Спидран, ребят Это спидран Все Давай Я хорошо Я поняла Я молчу А ведь здесь Вполне Может оказаться Генератор Проверим Черт Обрывается Я могу Спрыгнуть Полегче Партнер Не делай Глупостей Ты в порядке? Сейчас бы Ногу сломать Да В полном Спускайся Ну, Острог А как же Мой стрим А как же Эта игра Неужели Она такое Говно Для тебя Ай Кости Так и трещат Вы услышали Этот Треск Костей Я прям Почувствовала Что они Черт Проклятье Что там Да ты что Не видел Ну да Конечно Ты в порядке? Ко мне только теперь возвращаются зрения и рассудок Ничего этого не было Поподробнее Никто не нападал По-моему Их вызывает туман Мы наверное Надышались И теперь нас так Наконец-то они это Обсудили Под водой Это был спасательный самолет А прилетел он сюда Потому что люди на корабле Послали сигнал бедствия Но прилетел он слишком поздно На корабле все сошли с ума И сбили его Кто знает О чем они думали Или им показалось Ну и ну Так ладно Идем дальше Я не буду Смешариков стримить Я такой бред Даже раньше не смотрела А уж тем более сейчас Такие диалоги у них другие Привет Андрей Ублюдков бывает брать Круто сказано Если бы было говно То я бы давно ушел От твоей стримы Как отдельный вид искусства Ты мой хорошенький Так брать не брать По-моему в прошлый раз Нам эта хрень не пригодилась Рыбаки наверное Телепузика Обязательно Спанч Боба И кого еще Несколько минут Может и хватит Стоит брать его с собой Он нас замедлит Зачем плакать Оставь Он объемный Тяжелый А из-за смешариков Решили не брать Решили не брать По-французски? Похоже на английский чем-то Сейчас было Он с трупом Разговаривает? Он с трупом Разговаривает? Спасибо Фокси Ты молодец Он же мертвый Странная какая-то фигня В прошлый раз он его зарезал А теперь почему-то он мертвый лежит Не промахиваться? Я очень Очень постараюсь Что такое? Что такое? Я не знаю Что происходит Газ Газ идет Все Он спятил Окончательно Сбрендил Какой глаз у него противный Господи Все Так запуталось Да Это уж точно Пока На челенгард Давай пока-пока Все уходят Бросают 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 А ведь у меня такая дичь Тут Вау Кольцо Не может быть Кольцо Офигенно Офигенно Апупи она Опять Опять Что будем делать? Что будем делать Ребят Я выбираю Специально Другие Решения Принимаю Ну же Думаешь Выдержит Еще как Она очень прочная Как всякая девка От кольца вяжет Не, ну это же Обручальное На кольцо Кто это? Ой, а так же было Никто не смеет меняться Было так? А да Так было Было Все, ребят Момент истины Сейчас надо Чтобы он брата не убил Да я не понимаю Что ты говоришь Дурак Я не понимаю Что он говорит Нет, нет Нет, не так Никаких Перемен Все Слышь Опусти ствол Прошу тебя Вот так Никто не пострадает Вы что думаете Я хотел убивать У меня просто не было выбора Он внутри нас Я прав? Я же прав Вот опять Опять все переменилось Что? Что изменилось? Не подходите Не подходите к туману Эй Здесь же нет тумана Не вдыхайте его Не вдыхайте туман Стой Что это за туман? Как он действует? Он Зло Он оживляет то, что Не должно быть зевым Оживляет? Он внутри Он наоборот Типа псих Уже внутри нас Все Эй Чувак, спокойно Психически влияет Неправильно он говорит Он неправильно понял Стоп Да, далее Да, это я сейчас отвечу Что за разговор Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман Только что Хеллоу Я чувствую Нет никакого тумана Блин Ну как же Тут не было варианта Мы не глотали туман Да твою мать Ну хотя бы жена еще жива Может быть я смогу ее спасти А, промолчать надо было? Блин Тупизм Ладно Пофиг Че делаем? Так не было смысла Того же Да не было там Мы не глотали туман А, да У тебя тоже брат был живой? О Походу сюда Ой А мне бы сейчас пригодился бы Этот акваланг, да? Ой, да ладно Все как в том гребаном фильме С кораблем и водой Только без танцев Вот ведь Можно мне хотя бы дублера? Будет он вот в воду-то прыгать? О За нее мы не играли Вот это уже интересно Пойти за ними остаться Ну, она сама принимает решение Так не честно Я бы осталась Я тоже вроде бы Ритард Сейчас после стрима Буду чаёчек пить Видеокарта? Моя видеокарта? GTX 1070 По-моему Да Ну смотрите У меня все то же самое Только теперь Другая девчонка Почему я крытая? Думаю, что это хорошая видеокарта Вот это очень странно У меня такого точно не было И таких людей Даже не было в игре Описание Невозможно посмотреть с телефона? Возможно Не гони Возможно Ну, моя видеокарта И вообще мой комп Пока что тянут еще игры на ультрах Правда Я еще одновременно запускаю стрим Да блин, она не может сюда идти Ладно Что невозможно-то? А что невозможно? Какая карта? Нафига тебе X-Box One? Ой, отличный вопрос Сама не знаю Нафига мне Просто стоит Я в него не играю Я убрала для эксклюзивов А потом все эксклюзивы отменили Нет, я купила X-Box One Как только он вышел Сразу же Не страшно уже Зачем идти туда, где орет мужик? Орёт мужик Ура Ладно, ладно Ты главный Только успокойся Пожалуйста, давай просто успокоимся У нас это было Спасибо, Мэган У меня тоже X-Box 360 Я играл на много чаще в X-Box One Я играл на много чаще в X-Box One Я играл на много чаще в X-Box One Момент истины Спасёт он свою жену или нет? Смотри Мы играем на многое Двое Зачем идти туда, где есть я не знаю смогу ли ребят раны или давай слан давай нет да что за дерьмо да нет да ребят ну это очень трудно и у меня пальцы даже лежали на кнопках я уже знал что сейчас надо будет на все меня это бесит я хочу на этот момент переиграть да что ж такое указательным да потом оказалось что я не на ту кнопку нажимал да блин я психану сейчас как это перепроходить мне не перезаписывается у меня новое типа пошло я не знаю можно ли опять остался он жив и опять остался тот чувак у меня все то же самое даже заканчивать не буду все те же самые умерли только по-другому ой бред не буди в себе хомячка у меня это все уже да уверен я просто хочу пройти этот момент мне это важно загрузить историю у меня сохранилась наверно уже выбор сцены нету новая история продолжим короче все я не не все я сегодня тоже наигралась я уже потом для себя это все перепройду и потом вам всем все об этом расскажу я сейчас все уже дальше не хочу перепроходить меня это выбесило я путаю кнопки короче показываю у меня икс находится вот здесь и когда на экране мигает икс я вот эту кнопку херачу а надо эту а не вот эту над я так тупанула два раза очень сложно играть в такие игры когда у тебя другой геймпад вот поэтому меня это бесит все давайте ребятки я была очень рада вас всех видеть спасибо что вы все ко мне пришли сегодня после такого перерыва большого вот всем спасибо всем пока до завтра завтра что-нибудь другое по стрим какую-то другую игру об этом я вам в группе обязательно расскажу я знаю раскладку иксбокса я просто путаюсь потому что я играю то на таком геймпаде то на таком пойду твой обзор на ведьмой звер посмотрю как прикольно спасибо большое давайте пока целую всех спокойно